Не российская армия оказалась слабой, а украинская армия оказалась очень-очень сильной. Украинская армия – это уникальное сочетание русского солдата, фашистского офицера и американского генерала. И американская система управления огнем, там, натовской связи, там, и так далее, и так далее. Значит, мы готовились к двум типам войн, а оказались в третьем типе. Значит, мы готовились к ядерной войне с Соединёнными Штатами Америки. Ну, для того, чтобы она не случилась, конечно, никогда. Второе, которое мы в войне готовились, это война, ну, как иногда она, война с Бармалеями, с паромилитарными образованиями, то есть типа сирийских вот этих боевиков, там, не знаю, афганских, так сказать, оказались мы в третьем типе войны. Мы не ожидали этого совсем. Оказалось, что мы вынуждены вести войну не как спецоперацию. Спецоперация практически провалилась у нас, да. Ну, войну с равным посели противника. А мы как предполагали, мы подавляем все МПВО, и наши самолеты полностью доминируют в воздухе, там, да, да. Ну, что подобного? Мы не смогли подавить эту систему МПВО. То есть эти наши самолеты не летают на территории противника, они подлетают к границе, чтобы их не сбили, или выпускают там пару ракет, чтобы их не сбили, уходят назад. Или вот тоже по, значит, массиву артиллерии, да. Вот в Сирии мы можем, то сказать, достаточно серьезно, наши подразделения могут выдвигаться. Здесь не наши подразделения, как только выделены, сразу попадают под массивные артиллерийские и ракетные удары, так сказать, равные нам посели, в общем-то, украинская. Вот такой армии у нас вообще не оказалось. Мы к ней не готовы. Плюс у нас же оказались контрактники, да, вот мы все.